Всем привет! Меня зовут Мария и я менеджер по проектам компании Globus. В наше время все только и делают, что говорят о современных стилях интерьеров. Но что, если подлинная простота не отражает вашего внутреннего я, а прямые линии и минимум декора наводит доску? Сегодня поговорим о дизайн-проекте площадью 150 квадратных метров, задача которого было непросто создать комфортное жилище, но и продемонстрировать статус хозяина. Для того, чтобы воплотить проект в жизнь, к нам приехала дизайнер, как она призналась позже, для нее это был первый опыт покупки мебели из Китая и она очень хотела попробовать, хотелось узнать каково это покупать мебель из Китая и действительно ли это так выгодно. Интерьер квартиры выполнен в стиле арт-деко, которому характерна изящная роскошь, золотые элементы и натуральные материалы. Например, ванная комната в этом проекте полностью сделана из камня. Если вы хотите увидеть больше мебели в стиле арт-деко из Китая, то кликайте на это видео. Самое просторное помещение в каждом доме это, конечно же, гостиная. В данном проекте гостиная, обеденная зона и кухня объединены в одно общее пространство, попадая куда ваш взгляд в первую очередь падает на яркие диваны. Оба предмета обиты мягким оливковым текстилем, стоят на аккуратных золотых ножках и единственное различие между ними это размер. Один два метра, а другой два с половиной метра в длину. У той же фабрики заказали изумрудный диван в офис в текстиле. Если клиенты размещают крупный заказ на одной фабрике, то, как правило, им дается скидка на общую сумму заказа. Так вот, три дивана обошлись в 2823 доллара. Гостиную зону дополнили комплектом журнальных столиков из искусственного камня и массивного подстолья. Стоимость 565 долларов. В нашем интерьере прямо под телевизором присутствует встраиваемый биокамин. Это самый сложный в монтаже вариант биокамина, так как размеры ниши должны четко совпадать с размерами самого камина. Особенность такого ручного огня в том, что он может быть установлен абсолютно в любом помещении. Более того, при горении топливо не выделяет вредных для здоровья газов и не оставляет совершенно никаких следов. За возможность любоваться живым огнем заплатили 1278 долларов. Ну и никак не могу пройти мимо волшебного освещения в гостевой зоне. По обеим сторонам от телевизора красуются настенные светильники из одной коллекции, что и люстра над обеденным столом. Продолговатые кристаллы сделаны из стекла, а каркас из алюминия. Стоимость бра 147 долларов, стоимость люстра 500 долларов. Функцию освещения над кухонным островом и диванами выполняют подвесные светильники в форме шаров и звезд. Издалека светильники кажутся стеклянными, однако это тонкая работа с металлом. За 6 светильников в форме звездочек заплатили 390 долларов, за 6 светильников в форме шаров заплатили 720 долларов. Несмотря на то, что пространство довольно большое, обеденная зона организована только для самых близких, на шестерых человек. Столешница обеденного стола выполнена из натурального белого мрамора, а скрещенные ножки из железа. Стоимость такого стола составила 1500 долларов. Кухонные стулья в бирюзовом текстиле взяли за 994 доллара, а за барные заплатили 802 доллара. Они, кстати говоря, очень напоминают те, что покупал наш другой клиент из Камбоджи. Ссылка на расчет его проекта. Кстати говоря, ванна и шкаф, который вы видели в начале этого видео, идет в комплекте с напольной раковиной. За комплект оплатили 1460 долларов. Ванну из корианы взяли 1700 миллиметров в длину. Это отдельно стоящая модель, она со всех сторон выглядит красиво и не требует, чтобы ее ставили к стене. Ее стоимость 1415 долларов, а стоимость напольного крана в золотом цвете 372 доллара. Мы помогли клиентам закупить встроенные шкафы, стеллажи, гардеробные, а самое главное кухню здесь в Китае. Давайте съездим на рынок и я покажу вам, где и как клиенты заказывали свою кухню. Мы приехали с вами в шоурум, где нашим клиентам спроектировали кухню, стеллажи, постирочную и гардеробную. Здесь на самом деле очень много материала, очень красиво, но я вам постараюсь все очень быстренько рассказать. Так как у нашего клиента просторная квартира нам удалось спроектировать роскошную большую кухню, которая получилась в длину 6 метров 780 сантиметров, а в высоту 2 метра 920 сантиметров. Как и любой проект, проект кухни начинается с замеров помещения. Здесь важно абсолютно все, ширина, глубина, высота столешницы и обязательно высота потолков. Замер должен быть выполнен в миллиметрах, потому что потеря двух или даже одного миллиметра играет колоссальную роль в конечном результате. Следующим этапом вам нужно определиться с конфигурацией кухни. Это может быть либо угловая кухня, либо линейная. Нам длина стены позволила остановиться на линейной. Такие кухни предпочтительнее делать, потому что вы не теряете функциональности, потому что самые удобные места для хранения это все-таки обычные ящики и шкафчики. Однако, если ваша кухня угловая, то производители в Китае тоже предлагают множество решений. Это в первую очередь выкатные полки, крутящиеся элементы и разнообразные полочки для кастрюль, посуды, которые спрятаны в угловую нишу. Мы всегда рекомендуем своим клиентам покупать технику на месте, потому что технику вы все-таки покупаете не на год, не на пять, а минимум лет на 10-15. Она должна быть хорошего качества и более того, даже если вы захотите купить в Китае какой-нибудь громкий бренд дорогой, например Samsung, Toshiba или что-то в таком духе, вам просто не разрешат это вывезти из Китая, потому что в вашей стране наверняка будут свои дистрибьюторы, которые этим занимаются. Даже одну штучку вам вывезти не позволят. Также не стоит переживать, если вы считаете, что покупать технику необходимо вместе с кухней, в одном месте, чтобы все идеально друг в друга входило. По этому поводу не стоит переживать, потому что в Китае, если вы скажете замеры своих плит, духовок, то ровно столько вам и оставят, и это будет идеально подходить под ваш гарнитур и не будет никаких проблем при установке. В Китае существует очень много материалов, из которых вы можете сделать фасад кухни, но все-таки основные остаются самые популярные это МДФ, ТСП и натуральное дерево. Конечно, кухня из натурального дерева это настоящее сокровище, жемчужина вашей квартиры, вашего жилища, но помимо довольно высокой цены такая кухня также требует очень бережного ухода и тогда она прозлужит вам как минимум 50 лет. Каркас кухни наших клиентов выполнен из ДСП, здесь вы можете видеть его в разрезе. Это основной каркас, то есть это перегородки, стенки и так далее, а дверцы выполнены из запеченного стекла, вот такая красотища, прямо вот такого света, которого вы видите, вот здесь. вот это вот, это красотища, вот это вот запеченного. Это из панилии, 5Fm 的玻璃, и это еще раз поджиг.和 сковорное положение на крышом, и это тоже два монтажа, ну и есть одна хитроя, без мдф. Это стекло, которое обрамлено алюминием со всех сторон, вы можете видеть, стыки сделаны тоже очень аккуратно. Если вы в этот шкафчик, ящичек что-то устанавливаете, какие-то дополнительные функции, то с задней стороны, с задней стенки на него устанавливается МДФ, потому что именно за МДФ будут цепляться все ваши фишечки. КОНЕЦ Как вы видите, столешница у нас черная, она выполнена из кварца. Здесь представлены образцы взаимозаменяемые, которые вам нравятся больше. Наш клиент выбрал вот этот образец. Более того, мы с вами уже посмотрели стеклянные двери. Вот эта красота. Один из интересных нюансов это то, что ящики выполнены в два уровня. Так вот, второй уровень выполнен из стекла. Стекло, которое очень прочное, оно устойчивое к царапинам, к сколам, и вы его просто так не разобьете. Второй уровень шкафчиков сделали из такого матового, темно-серого материала. Смотрите, как здорово он Богородо смотрится. Он прямо на входе в шоу-рум, здесь вход, потому что это одна из самых популярных новинок. Если вы хотите кухню в таком более минималистичном стиле, как у наших клиентов, и вы не хотите портить ее какими-нибудь ручками выступающими, то вот такая система push-pull это то, что вам нужно. Как вы можете видеть, поверхность у кухонного гарнитура матовая, именно вот этот цвет. То есть даже если вы его тыкаете пальцами, тут ничего не остается. Но если вы тыкаете его грязными пальцами, то вы это можете легко помыть. Если система push-pull вам не подходит, и просто вы не хотите ее использовать, то для вас есть другой выход. Это вот такие вот скрытые ручки. Хоп! И вы открываете эту красоту. То есть ручки с внутренней стороны тоже выглядят довольно эстетично. Их незаметно, когда дверца закрыта. Все. Общая стоимость всех купленных в Китае предметов составила 58 170 долларов. На эти деньги был полностью реализован проект в стиле Art Deco в квартире площадью 150 квадратных метров. Куплена встроенная мебель, отдельно стоящая мебель, гардеробная, кухня, сантехника, освещение и биокамин. Всю информацию по данному проекту вы найдете в описании под видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить новые видео. С вами была Мария. Пока!